Слава Украине! Приветствую от Полонского. Бавовна в Белгороде. Абсолютно справедливая сегодня Бавовна в Белгородской Народной Республике, в частности в Белгороде. Перед этим была Бавовна в Шмякино, как его там, в Шебекино. Ну, начнем с Шмякино, значит, там... Кстати, Шмякино, это не мои слова, как оказалось, депутаты российской госдурки, сами не знают, как называется этот населенный пункт. Поэтому, когда первый раз по нему там прилетело, как следует, то они его назвали, как назвали его Шмякино, ну, так оно и будет, значит, Шмякино переименовали, короче говоря. Прилетело по местному заводу, завод уничтожен, окей, хорошо, как они говорят, все сбито, потерь нет, ну да. Ну, а потом началось в самом Белгороде, в столице Белгородской Народной. И знаете что, вот я вам честно скажу, ну, меня не радует, да, когда там гухает беспрерывно над городом, а там гухает капитально, там целый день гухает. Это ж гухает, понимаете, какая штука. Ведь когда англичане бомбили Дрезден, я не думаю, что вот так это все всех в Лондоне радовало, да. Но фашистам надо было, понимаете, фашистам надо было платить той же монетой, ну, вот за Ковентри, помните, что они там? Кто не знает, что было в Ковентри, вы просто поинтересуйтесь, что они сделали в Ковентри, а что они с Лондоном сделали, что там далеко ходить, да. Они со столицей там тоже, и многие города в Англии бомбили. И в результате это потом выплеснулось вот в то, что получилось в Дрездене. Ну, не может быть зло не наказано. Вот сейчас в Белгороде, я на Телеграм-канале выставил там, наверное, десяток уже видео, ссылки будут снизу в описании к данному ролику. Не суть даже дела, суть в другом. Вот когда снимают эти видео, там эти машины под мостом, это попадание, там прилет по заводу, горящий завод, работа ихнего так называемого ПВО, как они говорят, меня крайне абсолютно в ступор вводит другое. Меня вводит в ступор реакция аборигенов, которые там проживают, которые вытаращивают глаза на небо, откуда все это сыпется, и не могут понять, а как такое могло произойти. Да их вообще это не доходит, они где-то в облаках витают, они не могут понять. А что случилось? А что? А как это? Они не понимают, что их бандитская страна, что их фашист Путин два года назад, уже ровно два года назад, напали на суверенную Украину, которая напали с оружием, с бомбами. Мы помним, как в 1922 году по нам эти первые ракеты полетели, разнесли нам все электростанции, разнесли нам все нефтебазы. Помните, да, это над Киевом небо черным было. Тогда они стояли и провожали наших мальчиков, наши мальчики, которые едут наводить порядок этих хохлов, за три дня сейчас наведем порядок. Как Бабреетка, помните, говорила, ах, Киев, Украина, ты бы ее за два дня. Да. Вот. И вот эти вот люди тогда не выражали, да и вообще вот в течение там полутора лет где-то, покуда по ним ничего не начало в ответ, ключевое слово, в ответ прилетать, они не выражали никакого совершенно возмущения, у них все было нормально. Это ж там хохлов домбят, ну пускай себе, какая разница. И тут потом вдруг вот сейчас у них открываются глаза и они с таким ужасом смотрят, что некоторые даже говорят, это же Армакетон какой-то, ой, что творится. А творится вот что, творится война. Ваш бандит Путин с такими же бандитами, как вы, напали на Украину. Ваши террористы, ваши мальчики убивают женщин и детей в Украине. За это пришло, как говорится, время платить. И чем дальше, тем сильнее. Все будет Украина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!